Любопытная информация попалась мне на глаза. Российское издание «Медиазона» опубликовало материал, который свидетельствует о том, что Путин с начала 23-го года начал издавать просто рекордное количество секретных указов. Журналисты опираются на подсчет документов по порядковым номерам, и вот многие порядковые номера в этом перечне, они пропущены. И как их источники указали, это означает, что указы секретные, поэтому не подлежат публикации. Доля этих секретных указов составила 62%. Это лишь в июле месяце, и вот с каждым месяцем эта доля растет. Как вы считаете, с чем это может быть связано, и что может быть в таких секретных указах? Ну, во-первых, это мгновенная практика Российской Федерации, потому что Российская Федерация – очень закрытое государство, и это показатель того, что это больное государство, потому что любое здоровое государство никогда не боится публиковать свою деятельность, в том числе и деятельность исполнительной власти, которым, кстати, является Путин. Путин – не законодательная власть, это исполнительная ветвь власти. Эта игра с секретными указами, она, кстати, не говорит обязательно о том, что принимаются какие-то документы. Вы знаете, это в том числе и такая странная история, когда резервируются номера на всякий случай, когда можно будет задним числом принимать что-то такое, чтобы сделать вид, что это было принято не сейчас, а когда-то в прошлом. Поэтому такая странная немножко история, но она просто говорит о том, что Российская Федерация – ненормальное, недемократическое государство, с одной стороны. С другой стороны, такими секретными указами чаще всего, ну, они связаны чаще всего либо с оборонными какими-то вещами, что, кстати, во время войны нормально. То есть я так думаю, что и Украина тоже не все публикует, то, что она принимает. Вот, и, ну, Украина находится в состоянии войны с Российской Федерацией, потому что она защищает свою территорию. А Российская Федерация делает вид, что ничего не происходит, что там есть какая-то специальная военная операция, что на самом деле никакой войны нету, да, и это вот на самом деле такая игра двойственная. Плюс в этих указах чаще всего бывают какие-то вещи, которые связаны не только с обороной, но и, допустим, с награждениями, да. И это особая ситуация в Российской Федерации, потому что это очень смешно, и Путин, кстати, этого не понимает, да, потому что наградить человека секретным указом, допустим, сделать его героем России, это абсолютный нонсенс, потому что если ты герой, то страна тобой должна гордиться, и она знать, должна, Родина должна знать своих героев. Да, а если Родина скрывает своих героев, то это абсолютно смехотворная какая-то вещь, потому что очень смешно, вот когда там Патрушева 10 лет или 15 лет тому назад Путин наградил, значит, сделал героем России секретным указом. Значит, получается такой секретный герой, которого стесняется страна показать, что он герой. Вот. Но, так сказать, если страна урод, то все остальное тоже уродское. Кстати, за что Путин наградил Патрушева, друзья, Сергей Олегович уже рассказывал, обязательно найдите в папке интервью Алексея Гомана старое интервью с Сергеем Журном, там потрясающе интересная история о том, как Патрушев ездил в Антарктиду. Но мы будем двигаться дальше. Издание Политико опубликовало материал, в котором рассказало, что на президента Украины Владимира Зеленского уже было совершено не менее десятка серьезных покушений российскими ДРГ, в том числе и из рядов чеченцев и вагнеровцев. И на самом деле это вроде как не новость, да. До этого тоже говорили о том, что в начале полномасштабного вторжения на президента Украины были покушения, в том числе ДРГ заходила и в правительственный квартал, об этом сообщали и в Совете национальной безопасности. Однако вот в последнее время таких заявлений о каких-то новых попытках покушений украинская власть не заявляла. Может ли это свидетельствовать о том, что Россия, например, оставила саму идею убить президента Украины, или же существуют, возможно, какие-то закулисные договоренности с Китаем, с Западом, потому что даже ура, турбопатриоты, как-то так их назовем российские, они часто жалуются и по-людоедски плачутся, что, мол, почему оккупационные силы, почему российские войска не наносят удары по городам, когда там находится Зеленский в командировках, даже когда он приезжает на линию близкую к фронту, даже туда, мол, не прилетает ничего, что как это значит российская разведка не знает о его перемещениях. Это так хорошо работают украинские спецслужбы и контрразведка, или же действительно, возможно, имеем дело с какими-то закулисными договоренностями, или просто российская власть решила оставить президента Украины, ну, скажем так, в покое? Ну, российская власть, людоедская власть, поэтому она никого в покое никогда не оставляет, и если она кого-то оставляет в покое, то, значит, просто руки короткие, потому что просто президент Зеленский довольно хорошо охраняется, довольно хорошо обеспечена его безопасность, то есть тогда, когда он приезжает, это никогда не объявляют заранее, всегда мы получаем кадры, тогда, когда мы получаем кадры от визита, допустим, президента Зеленского на фронт, Это тогда, когда его уже там нету. То есть он сначала туда приезжает, он что-то там делает. Это не делается в прямом эфире, это делается сразу после, но тогда, когда уже поздно куда-то там бить. Российская Федерация, безусловно, гоняется за ним. Он является законной военной целью. Кстати, и Путин является для Украины законной военной целью. И любой руководитель российских ведомств является законной целью военной. И если удастся разомбить где-то Путина, Мишустина, Шойгу, там, я не знаю, любого другого министра, который напрямую связан с вооружением, в том числе, кстати, министра экономики Российской Федерации, потому что экономика обеспечивает войну, то здесь никаких проблем нет. И это, если на Зеленского не делаются покушения в последний момент, это просто потому, что Российская Федерация не может это сделать. Опять же, вы сами понимаете, что не в целях каких-то симспециальных операций заранее говорить, что вот тогда-то мы хотим вот того-то там убить и так далее. Кстати, мировой опыт доказывает, что такие покушения на первых лиц это довольно неэффективная мера борьбы, потому что они редко когда удаются. И больше того, это все может работать всегда, кстати, даже не может работать, а всегда работает наоборот. Потому что если человек какого-то покушается, то значит подчеркивается его значимость для противной стороны. И таким образом вообще, если уж так говорить, то обычно, ну, скажем так, страна, которая умна или страна, которая размышляет, она делает вид по басне Изопа или там басне Крылова «Зелен, виноград». То есть когда она не может дотянуться, она говорит «ну и не очень хотелось бы», да, «и не очень хочется». Вот, и это, кстати, тоже правильно, потому что самая хорошая, кстати, борьба медийная – это игнорирование какого-то человека. Вот когда с человеком начинают бороться, как с Навальным, например, да, и вот Путин фактически создал Навального как оппозиционера, да, потому что если бы он его не сажал, если бы он с ним там его не травил, если бы он за ним там не гонялся, то, в общем, Навальный, может быть, оставался там каким-то политиком средней руки, совсем незаметным, каким там, я не знаю, там их десятки каких-то людей, которые состоят в каких-то патриях, там, я не знаю, в том числе оппозиционных, в том числе игрушечных каких-то, и, в общем, никто их даже не знает толком, да, и все они, когда они выходят на какой-то избирательный процесс, то все это происходит на уровне статистической погрестности, они никогда не преодолевают даже реальный вот какой-то барьер, там, бедно, 2-3-4 процента, ну, максимум 5, вот, а как только начинают с человеком бороться, тут же делают из него, соответственно, икону какого-то, мортира, такого жертву, героя, вот, и в этом смысле не исключено, что это тоже так. Хотя, судя по тому, что Путин делает очень много глупостей, я не удивлюсь, что, на самом деле, это просто потому, что у них нет эффективных, неэффективных способов борьбы, потому что я вам напомню, что, допустим, даже такие показательные казни, которые Путин устраивал против Скрипалей, да, вот, когда, там, башировые эти, там, и Мышкины, значит, чуть не одевшись в военную форму советскую, вот, помните, как по анекдотам про Штирлица, да, который, там, шел по рейс-канцелярии, за ним тащился парашют, ну, вот, примерно такие же шпионы, там, приехали в Англию, вот, но они, кстати, в итоге ничего не добились, да, потому что они добились только того, что 152 шпиона тогда, вот, в 2018 году были высланы из 25 стран мира и двух международных организаций, что им усложнили работу, кстати, Скрипаль не погиб, до чего не погибла, ну, там погибло два человека, которые не имели никакого отношения к этому, к этому делу, вот, и, может быть, на уровне оперативном, кстати, службы сделали вывод, что это неэффективная вещь, вот, но Путин человек упертый, и он такой человек злопамятный, вот, и поэтому я думаю, что если бы у него была возможность бороться с президентом Зеленским, он бы довел это до конца, вот, но в Украине, допустим, стоит система американская, довольно эффективная патрио, которая защищает украинскую столицу, президент Зеленский, у него тоже есть какие-то там бункеры, у него есть хорошая служба безопасности, вот, а потом есть самое главное другое, вот представьте себе, если Зеленского, допустим, ранят, то вообще это будет просто, он сейчас уже популярен, там, 95% украинцев его поддерживают, даже они, если они к нему раньше плохо относились, они его поддерживаются на 100%, да, вот, а тут будет на 125%, на 300%, на 400%, и так далее. Плюс, к тому же, вот мы проговаривали с одним из ваших коллег, то, что, вот, допустим, Зеленский исчезает, да, но для Украины это не станет вселенской катастрофой, потому что в Украине есть коллективное руководство, в Украине есть второй эшелон, в Украине есть третий эшелон, весьма эффективный, и, кстати, Зеленский, в отличие от Путина, человек, который умеет делегировать полномочия, который, вот, допустим, в войне, он не лезет никуда, вот так, как Путин лезет, там, в решения военные, вот, Зеленский не лезет, есть заложенный, есть, там, министр обороны, которые сами на своем, в уровне, в рамках своей компетенции принимают решения, и в этом смысле, ну, конечно, фигура Зеленского весьма значима, но это не означает, что если он исчезнет, то все разрушится, Украина падет и сдастся сразу Российской Федерации, вот это совершенно не так. Друзья, свои слова поддержки украинскому президенту, а также, ну, оставить можете в комментариях, также очень интересно почитать, кому вот из, так называемого, второго эшелона, ну, скажем так, людей, руководителей страны и военных ведомств, кому вы более всего доверяете, тоже оставляйте ваши ответы в комментариях, возможно, почитаем их в последующих интервью, очень любопытно узнать ваше мнение. О войне уже заговорили, о ней, вот, на самом деле, много есть новостей. Чуть-чуть позже, просто раз уже вспомнили Путина, хотел бы об еще одном высказывании его с вами поговорить. Значит, Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественный российский автопром. В Государственной Думе Российской Федерации уже даже сказали, есть, сделаем, и пообещал, значит, глава Госдумы оккупантов Володин, что действительно все чиновники, все закупки для всех ведомств перейдут на закупки «Лады», «Москвича», «Волги» и «Ауруса». На последней, напомню, такой машине ездит и президент Путин, у него там супер навороченная версия, поговаривают, что за 100 миллионов рублей. Но я еще любопытно, как оставил один комментарий из моих товарищей, что в свое время Ельцин, если я не ошибаюсь, еще хотел такую инициативу внедрить, ну, там жаловаться начали чиновники, что, значит, машины ломаются, и он сам в итоге как бы этот указ-то и отменил. Как вы думаете, какое будущее у этого указа теперь? Это во-первых. А во-вторых, слушайте, ну, 100 миллионов рублей, да, за «Аурус», это у кого еще таких денег-то хватит? Для кого эти «Аурусы» производить-то будут эти суперэлитные? Ну, указ Ельцинский, кстати, это не Ельцин, это Борис Немцов еще, когда был вице-премьером, он тогда вот говорил, что вот я езжу на «Волге», там, на «ГАЗ-31», да, ну, надо понимать было, что, кстати, это тоже была немножко игра, потому что это «Волга» была, то есть металл, это был «Волга», а все внутренности были, на самом деле, иностранные. Там мотор был не российский, не газовский, и внутренности все были не газовские. Такие, кстати, форсированные машины были в свое время и в Комитете госбезопасности, там только «Волги», внешне они напоминали эти самые серийные машины «Волги». Вот, сама по себе идея, кстати, довольно правильная, это правильная абсолютно идея, потому что, грубо говоря, Российская Федерация надувает счетки, говорит, мы великая держава, да, а дальше мы начинаем смотреть, и что у вас великого есть. И получается, что кроме каких-то военных штук, да, там, я не знаю, потенциальных каких-то там сарматов, арматов, я не знаю, кинжалов, ониксов и прочих посейдонов, ни хрена нету, да, потому что нет своей машины приличной, нет айфона, нет компьютера, нет бытовой техники, а если есть, то плохое, или если есть, то это просто отверточная сборка, потому что все детали западные или китайские, а просто в Российской Федерации, там, в Зеленограде электронику собирает вот из иностранных деталей, получается, типа советские компьютеры, да, которых на самом деле никакие не советские, никакие не компьютеры. Вот, и это, на самом деле, проблема гораздо глубже, что у Российской Федерации реально она является банановой республикой, то есть, ну, вместо бананов у нее нефть и газ, вот, и ядерный потенциал советский, который, кстати, не все убеждены, там, физики убеждены, что российский, советский ядерный потенциал давно уже не работает, потому что там распадающиеся элементы радиоактивные, их надо заменять, это стоит довольно дорого, это Россия, кстати, плохо умеет, потому что ученые из России уезжают, айтишники из России уезжают, все, что думают, из России уезжает, и остаются очень неэффективные люди, вот, а дальше есть вот такая популистская, значит, тема, вот, значит, все чиновники должны перенести на отечественное авто, что, в принципе, абсолютно правильно, любая страна, кстати, у нас во Франции та же самая проблема, условная проблема, да, но, вот, допустим, все партии требуют, чтобы у нас французские чиновники ездили только на Рено и Пежо и на Ситроене, то есть на хороших машинах своих, вместо того, чтобы покупать там Тойота какие-нибудь там, или Мерседес, или еще что-нибудь, Запад, вот, и в этом смысле все нормально, это показатель, кстати, когда чиновники едут на своем родном, это показатель того, что свое родное, хорошего качества, ну, здесь мы понимаем, что это игра, потому что, ну, вы представляете себе, депутаты Госдумы, которые пересядят на «Жигуле», да, это вот Путин там может, опять же, вот Путин, кстати, когда был на форуме, на Петербургском, он же там пытался там завести какую-то машину российского производства, она просто не завелась, да, это, кстати, уже не первый раз, уже там какая-то Лада Калина у него там не могла завестись, вот, и каждый раз, когда пытаются сделать из этого какую-то рекламу, все дело не работает, вот, а дальше просто, ведь мы же понимаем, что люди, которые идут в политику, которые пытаются присосаться к власти, они хотят присосаться, в том числе и за материальные составляющие, и для них, вот как бы это ни было, ну, значит, вот, владение там иностранной маркой является признаком успеха, вот если ты ездишь на Ауди, именно на BMW или на Мерседесе, то все у тебя хорошо, или на Лексусе, вот, а если ты ездишь на Ладе или там на Запорожце, ну, Запорожце, украинская машина, да, вот, то у тебя все плохо, вот, кстати, Аурус, он тоже, типа, только формально является, точно так же, как сухой джет, является формально только российским производством, потому что все составляющие иностранные, и, кстати, вот, один из блогеров, который, ну, так, специалист по автопрому, делал разбор этого Ауруса и говорил, что, кстати, очень переоцененная машина, очень плохая по своим характеристикам, и вот недавно было ДТП с участием Патриарха, где высказывалась версия, что такого ДТП не смогло произойти ни с одним зарубежным автомобилем, потому что просто у Ауруса, кстати, очень плохой, так сказать, поворотный момент, да, он очень плохо, вот, если прямое какое-то препятствие возникает, он не может резко отвильнуть, потому что у него очень плохие просто дорожные, дорожные показатели, вот, ну, это такая популистская вещь, посмотрим, кстати, на Путина, потому что Путин в этом смысле слушал, кстати, мою критику, потому что моя критика, там, 20-летней давности, вы можете пересмотреть, перечитать мои статьи на ProZero, на Сары и Старые, когда я ему говорил, что вот человек надувает щеки, говорит, там, Россия, а ездит на Мерседесе, он пересел на Аурус, это, кстати, вот, показатель того, что он все-таки прислушивается к тому, что он говорит, и, так сказать, хотя бы внешне пытается, хотя бы он сам соответствовать уровню и статусу главы государства, который претендует на какую-то там роль в мировой политике. Ну вот, если мы говорим о тех же Аурусах, там же главное, это все-таки, наверное, не маневренность, не маневренность автомобиля, а то, что по большому счету, ну, как декларируется, что вот та модель, которая у Путина, это чуть ли не танк на колесах, действительно он там такой защищенный, насколько вам известно? Ну, это старая история, потому что Советский Союз уже производил такие машины, там у него были сначала «Чайка», потом «Зил», там, 115, 117 и так далее, то есть это специальный правительственный лимузин, который действительно с бронированными стенками, с бронированными стеклами выдерживает прямой выстрел из огнестрельного оружия, даже там говорят, что и выстрел из гранатомета выдерживает, вот у него полноценные, полнопрофильные колеса, то есть не на воздушной подушке, они просто из цельного куска резины, и поэтому там, так сказать, вот если в серии такие колеса сделать нельзя, то, так сказать, для штучных экземпляров все это можно сделать. И что, кстати, в результате приводит к такой баснословной цене этого автомобиля, потому что, конечно, если взять по характеристике, просто по его функционированию, то гораздо лучше любой иностранный автомобиль, типа там Роллс-Ройса какого-нибудь, или там Бентли, да, это просто старинные марки, которые доказали уже много-много десятилетий, если не столетий, свою значимость, свое высокое качество. Ну, надувает щеки, вот возможно, так сказать, этот автомобиль, поскольку он штучный, поскольку он ручной сборки, поскольку все для него сделано в индивидуальном порядке, то он стоит баснословные деньги, но вот для Путина ничего не жалко как бы для главы из государства. Путину для Путина ничего не жалко.